на техничный роман есть вопрос вопрос такой по западе блаженства вот то что апостол павел говорит вот эти западе блаженства любви вернее западе любви любовь не превозносится не гордится не ищет своего и так далее вот эти запад вот это вот заповедь легим любви это дано нам как ориентир или это качество божие все-таки потому что там некоторые вещи есть допустим не раздражаться да ну я не знаю даже рожденный человек хоть раз раздражаться за свою жизнь или это качество божие все-таки которые мы должны воспринимать как его описание вы говорите западе блаженства это западе любви это а 13 главе а 13 главе коринфянам да ну да ну и что это необходимо во первых там освещает какое если смотреть на заповеди 9 блаженств это вот то что дается в 10 заповедях какие условия теперь конкретно уже не просто люби отца и мать а теперь мы знаем что сейчас молимся и за упокой если говорилось новое творение господь закончил старое творение суббота шаббат в новом творении выл из ада и там благовествовал видите на какую ступень все возводится я вас правильно понял об этом говорю а нет 13 главе коринфянам там говорится но о свойствах любви до любовь не привоз не превозносится не ищет своего не раздражается не гордится и так далее вот вопрос это это для нас оставлено чтобы мы видели ну скажем ориентиры любви что такое любовь или это все таки ну как любовь божия то есть как она выглядит что люб что господь не раздражается не ищет своего и так далее нет вы считаете первое послание и она вот оттуда идет это все первое послание рожденный от бога не грешит и дальше рожденный от бога не может грешить для православных это еретические слова а 40 раз подряд господи помилуй господи помилуй это нормальная наша я как живу я как свинья в калу в кавкале своем это наше православное молитва то составлено уже из того что было нет это если этого нету то и любви нету а если качестве любви у нас этих нету мы не живем по ней все остальное напрасно почему мы просим господи что содела нами милостыня в духе святом и с любовью ведь и молитвы какие если не в этом то добрые дела не приемлются хотя они от отца светов иногда для того чтобы заманить вот сектанты работают там бывшие наркозависимые куда они ведут их из одного этажа пропасть как адовые круги так что это наша определенная не только богом а для нас раздражаются да и так понятно у бога нет это очень может раздражаться раздражение того что не по моему а у бога такого нету он знал прежде бытия мира все это и чтобы все время раздражался до качества любви воплощенной в человека это то и другое аллилуйя вот качество блаженства люди не понимают и в конце говорится кто одно из них малейших заповеди нарушит малейший нарисуется в царстве небесном ну ладно малейший на социации небесном я сколько битву с разными еретиками ни один не знает как это по-другому я говорю давай блаженный нищий духом не нищий духом а гордый духом спасется блаженный плащущие а мы будем блаженно смеющиеся радующиеся танцующие что получится но малейшим нарисуется царстве небесном оказывается царством небесном называется приход иисуса он явится во царстве своем и он малейшим нарисуется то есть погибшим в ад пойдет нарушение одной из девяти блаженств вот теперь все стало на место а почему они так потому что не православное где православия нету там нет толкования а господь зачем я люблю чтобы я считаю библию как было так и будет бог откроет не откроет уже открыто это откроет когда тебе нету них них ничего вот абсолютно одинаково все сектанты рассуждают и каждый тянет свой угол в одной америке только 21 тысяча разных сект ну называют динаминации конфессии начали из-за того что иконы мощи бросили все а теперь от этих от баптистов от адвентистов откалываются откалываются а почему власть вот немного но это мои люди будут они меня поить и кормить будут а не то что есть вот нам строим поселок там уж как будет пишут и нередко я ищу таких людей где бы меня любили меня понимали а ты ищи так чтобы понимать людей и любить людей вот так все отошел игнатий тихонович мир вам слышно меня игнатий тихонов слышно читаю ответы на вопросы ваши про болезни как когда заболевали проказы и людей сгоняли из городов чтобы они других не заражали потому что на них будет вина что они другого человека заразят да вот и когда был коронавирус я заболел коронавирусом и через несколько дней заболел мой отец но мы всей семьей заболели вот но первая я заболела через несколько дней заболел отец и отец мой умер к сожалению вот я являюсь убийцей своего отца как это когда прокаженный он идет священнику его проверяют объявляют и тогда он должен выйти за город они так что вся семья и погнали куда-то он за городом рядом может специальные места отводили а сегодня ничего этого нету так что не мучайтесь этим вопросом молитесь и господь а вообще смерть она всегда вовремя да приходит к человеку случайно же не бывает если пришла на то все это тут вариантов несколько одно даже вот беснование беснование бывает по совершении какого-то греха а бывает так что господь испытывает человека вот в первом томе к монаху с тайгирью златоуст пишет он ни в чем не виноват был его не могли исцелить никакие монахи где молились это значит крест его такой и такая же великая награда будет все понятно и еще второй вопрос мы вот не можем никак здесь покреститься мы из астрахани с сыном не можем покреститься кто нас у кого где в храмах есть купель нас не крестят ну вот один батюшка согласился но там купель мне ниже пояса воды что мне делать не ходите туда а где живете город какой астрахань астрахань далеко а то у нас 9 июля будет крещение в озере каждый год набираются люди которые учатся здесь вот в прошлом году с младенцами тут было 17 человек крещение приняли батюшка заходит в воду вот так стоит в воде а потом специальное место приготовлено сходят ну тут все молятся на берегу такое торжественное все одеты в белое одеяние все как положено по христиански и все это бесплатно попробуем будем молиться ну молитесь господь как-то укажет найдет ищите были бы рядом тогда могли бы с вами отдельно заниматься и приехать маршрутку даем что с собой взять вот так ну попробуем если муж отпустит то можем и приехать давайте молитесь потому что к нам приезжали крещение принимали вот она здесь бывает елена фаур из ливана из ливана из италии были из германии из франции я вот начальник детского лагеря меня детей привозили из канады первая пересадка в париже потом москве потом барнауле и люди не смотрели на никакие расходы они как мы проверили ни одного лагеря подобного нету и прилетали муж женой с детьми вот так спасибо спасибо во славу божию все никого нет больше спасибо спасибо вас благодарю братья если есть какие то вопросы можете задавать Игнатий Тихонович на связи на связи связь вот она завязался не топите Игнатий Тихонович О, Синей вот это связь у меня два уха связал ну кто есть еще на мою связь посмотрите мир вам Игнатий Тихонович слышно меня слышу хорошо Ксения вот читаем мы про эти муки вечные ну просто какой-то ужас берет просто ужас а вообще не знаю нужен такой вопрос или нет но какая-то милость Божия есть в том что он создал ад просто у меня вот маленький ребенок я его когда наказываю вообще можно такую параллель провести или нет или может быть это мои домыслы вот я когда плохо себя ведет я его наказываю ребенка своего и ему от этих наказаний становится лучше то есть от наказаний человеку становится лучше когда он наказывается и вот такую параллель с адом вообще нельзя провести я что-то придумала себе какая-то милость я понял вас сначала одну параллель восстановим зато он говорит тело и душа так связаны крепко что наказывая тело мы врачуем и душу так чтобы делайте правильно не жалей розги твоей вот у нас есть материал к истинному православию книга и там о семье ну кто-то скиньте а то я сейчас опять на улицу бегу скорее вот там говорится все все по разу по разу будет делать то а теперь ад и ад рай что говорить про рад это это гиену когда рай кто видел не видел никто ухо не слышало на ум не приходило а что тогда и говорить на ум то не приходило ни один жюль верный никто это не будет говорить что там такое было ни один фантаст не может придумать что приготовил бог любящим его в аду которые были вернулись а те хотя бы видели знает огонь пламя эти вопросы не надо даже задавать вы делаете как положено в святой библии определенно и четко родители которые не учат детей нравственности по считанию бога хуже убийц убийцы убивают только тело а это родители которые не учат ребенка они погубили его бессмертную душу ян златоуст вот что я могу вам сказать во что верю ну и что распространяю конечно спасибо Христос Игнатий Тихонович да так что написано не жалею розги она видимо стоила деньги розга вот если кто не знает бывает алкоголь там или что то в Новосибирске особая больница не больница там клиника открытая профессор Пилипенко называется поркотерапия пьяницы который пропил все директором был сейчас на улице и вот приходят платят деньги с ними работают а потом начинают пороть где то поскольку ударов он показывает когда нарезает там где то лоза такая гнутся они как ну как вот возьмите средний палец безымянный примерно такой толщины и дальше пороть поскольку он проносит простынь ложится и через простынь его греют но что интересно если мужчину полит женщина а женщину мужчина то результат лучше почему не знаю иные плачут не подумайте что от боли от стыда что до такого уровня дошел оказалось что в 14 веке в германии это было поркотерапии пользовались особо царского достоинства это у казаков это нынче и есть он нарушил недавно его на площади пароли прямо пишут здесь так что поркотерапия это научно признанные аргументы и пакты пишут об этом если хотите знать материал какой я вернусь когда можно будет я заряжу в какой книге у меня это написано найти и скопировать и послать вам а пока поверьте так что не жалей розги но не за каждый случай бей а только в крайнем случае а так доводи чтобы он доходил и чтобы он понимал что нас правильно сделал и руку поцеловал твою только никогда рукой не бейте потому что у ребенка ассоциация такая идет что это вы такое злое а розгу он говорит а где розги то спрячьте их я не хочу смотреть он понимает это а то ремнем папа а сам рукой его ребенка то за ухо крутанут это абсолютно недопустимо я начальник детского лагеря был наш директор 45 лет согласитесь что этот стаж не игрушечный тысячи детей у меня перебывали я не имею никакого образования а ко мне приезжали профессора с других стран не где то как то из Германии Великобритания Ксения Деннон Кэстонский институт узнать как так в течение там сколько месяца наркоман делается трезвым и больше никогда в рот не берет ребятишки такие уже наркоманы она к нам прилетала сюда ей дали состанки на какого-то Юрия сопроводительного до Барнаула и потом к нам сюда как так где вы взяли вот это я говорю это вот я от Японии взял чтобы ребенок не стонал кальзё национальный культ а вот это что разговаривают когда это в Англии порядок такой тишину нарушил в общежитии два раза лишается общежития навсегда студент ну у меня не студенты а дети что там когда узнали что наказание у меня есть а я заранее родители подписываются согласны за что он допустим заматерился ну я вот там крапиву положу чтобы провел по губам а если обидел кого-то меньше у себя тут и сеткой авоськой врач медицинских наук там кандидат полиция там милиция была исследовали ничего нету уголовные дела воздвигали на меня за это и ни одно никуда не пошло потому что детей говорят вас бьют если не бьют а нас наказывают за дело ребенок делает отличие бить и наказывать ну согласитесь 45 лет тем более я должен был построить где они будут там кормить спать чтобы интересно было купаться и ни один не утонул ни один не сгорел если больной он трудовой лагерь то я не беру ну иногда и беру привезли девочку у ней что-то там позвоночник крах позвоночника определяли мешок наверное пол мешка таблеток я вас не звал не разрешал больных не принимаем но далеко везли ладно только таблетки вон в туалет выброси а ребенка тут лечить не надо он будет здоровый а как я ему даю мед березовку за там час до еды и она стала выходить уже на солнце она была как зомби вот я легенда там показывает когда и уже глядишь с ребятишками играет и волейбол и футбол должна быть там заложена любовь молитва верность Богу а то как так детей нарожали а по одной у нас тут в Барнауле было кажется семь сыновей и все по тюрьмам сидят кому они нужны надо вести детей на небо а не так утром проснулся ребенок попозже а почему позже разбуди вместе со всеми вот мы встаем в 4.40 двадцать минут для взрослых привести себя в порядок а потом пять общих такого лагеря нигде больше нет чтобы пять утра подъем был молитва пробежка воды привезти надо с колодца целую очередь с ведерками идут дети вот воспитатель должен иметь пять качеств еще раз повторю первое воображение по пальцам знание умение решительность беспощадность и привлекательность вот вам ответ еще вопросы вопрос вопрос о детях сложное я никому не позволил за 45 лет ребенка дернуть в лагере или наказать никогда это очень тонкое дело иногда я просто по голенищу щелкну чтоб слышно было он с линями подвини тут под глазами чтоб плакал ты дает обещание больше не будет этого делать а теперь беги к умывальнику там ну вот охлаждай люди думают на полном серьезе наказал а я его не тронул даже это не игрушка а в среднем было 108-109 человек у меня в лагере со взрослыми а потом уже когда развалилось тут все и дети издалека везти очень было накладно а то были с разных республик с Украины и с Латвии тут отовсюду были дети из Канады прилетали первая пересадка у них в Париж и вторая в Москве третья в Барнауле представьте себе какой какая цена билета двое или трое детей и отец с матерью мы весь интернет перетеребили и ничего подобного не нашли я гляжу отец на ум здесь он со своими двумя детьми у меня был отец на ум я говорю дело где то не слышно его ушел отец на ум отец на ум фото карточка одна осталась видать сам ушел по делам так вопросов нет больше ну тогда отхожу все во славу Божию отец я здесь я слушаю и участвую отец ты помнишь как у меня в лагере был с ребятишками кто был с вами да были Боля и Миша был или Иван трое было вот я их тоже наказывал потому что где то они между собой подрались а это нельзя делать так говорю да да так было но урок это на всю жизнь они многое запомнили что нужно трудиться ты первый батюшка который в лесу у нас совершил литургию ну ну свечку туда поставил помнишь да 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 как мы у патриарха Ильи там были второго ну это это было решающая перелог в моей жизни да это вот мой крестник он обратился и пришлось его вести в переделке в полное погружение принимать его да да и как он принял нас гин обработал отошел во славу Божию да благодарю тебя отец храните Господь с миром с миром вот мы здесь читали читали если же кто подвизается не увенчивается если незаконно будет подвизаться о чем идет речь о том что впереди сказано незаконно беззаконно то есть у Бога определенное правило закона для каждого цветка птички зверя тем более для человека подвизается человек все верующий а теперь беззаконно лезет в священство раньше время рукополагается неоднократно женатый то есть незаконно он будет подвизаться он делает все правильно хороший священник а все незаконно в 25 лет его рукоположили а у него на третья жена артистка притом вот так я примеру говорю понятно а он все исполняет он хороший есть такой фильм сбежавший из ада можете посмотреть и говорит он хороший человек в аду очень много хороших спаси Христос Игнатий Тихонович Аллилуйя так никого больше нет отхожу есть есть Игнатий Тихонович подождите хорошо мир вам Игнатий Тихонович заповедь блаженные чистые сердца якоти Бога и мне священник на протяжении ну вообще наверное все так говорят что больше исповедуйся и ты будешь чистым сердцем и ты Бога увидишь вот и я так же и другим людям говорила направляла их на исповедь и некоторые по моему совету вот как-то пришли на исповедь ходили и говорят что-то я ничего и Бога и не нашел вот просто если ходить на исповедь и исповедоваться не узрешь Бога если Господь не коснется да вот Андрей Ткачок про это говорил хорошо ломиком надо этих женщин когда там что-то забыла где-то теперь как будто на цепочке священник привязан она забыла на исповедь сказать и дальше надо исповедовать и батюшки звонят он на дороге где-то я может не совсем это слышал правильно где есть чистота сердца заключается в чистоте помыслов ради какой ты цели это все делаешь можно даже делать добро но с какой-то определенной целью чтобы где-то тебе дорогу пробили а когда помогаешь тому кто никакой власти не имеет ничего тут и засыпиться не за что и только им с чистым сердцем что Бог позволяет кем называется Бога узрят Бога они тогда Бога а когда с умным взор они Бога не видят и не знают как видят они чувствуют везде вам понятно да да понятно все в этом тут ничего трудного нету надо делать все искренне и по слову Божию по правилам которые Бог дал нам считайте вот Давид когда считаешь там ну дальше 135-й псалом он велика милость Господа непрерывно припев за каждым сокрушил князя Ого милость Божия там велика опять басана милость Божия почему у нас не поют что так и было коммунизм сокрушен да милость Божия молитвы можно составить а у нас все какое-то такое затхлое никак не извинутся с места вот покров 14 октября какой праздник ой большой праздник а откуда он пришел с Греции мы в греческой церкви на 14 октября священник вышел мы говорим а как отмечаете чего праздник какой ну покров сегодня никак то есть у грехов я якобы явился Божья Матерь да видел один юродивый с епифанием никто этого не видел и она покрыла им опором там от сарацин нету не сарацин этот город ушел мусульманам Стамбул ну можно сегодня сесть и сказать народ любит покров ну смотрите Сталинградская битва унесла сколько главная битва 2 миллиона почти сражались сколько погибло и видели видение Божьей Матери она покрыла сумели отстоять этот город почему нельзя приложить это же к этому разблокирован Ленинград или Курская битва немцам даже явлена была Божья Матерь покров Божьей Матери над Курской битвой она бы не была выиграна если бы в это время там союзники не высадились в Италии они тогда главные все свои танки все туда бросили остановить ну нельзя так вот мертвым все на одном месте стоит я говорю это понятно это и по ну я не патриот в этом смысле ну по смыслу то понятно Божья Матерь та же самая мы люди русские у нас кровоточащие события были ну вплотную Гитлер подвел к Москве или то что его отбросили можно было это сделать праздником нету никакого Путин все праздники справляет военная церковь никак не реагирует вам понятно что говорю да да понятно ну вот так надо чтобы мысль ожила ну прямо как пропущий горшок лица такие как я в песне говорит как чайники заржавленные чайники человек верующий это как солнце будьте господь прямо призывает подобно ему я есть путь истинной жизни я был светом которым при котором малое время порадоваться хотели мы все должны излучать солнце которое бог дал нам господи помилуй два-три раза все больше не надо нет сорок раз это армяне сделали сто раз что это такое господь говорит воззови ко мне услышать его иеремия 33 глава 3 стих воззови господи помоги не надо сто раз повторять ну можно хотя бы это задуматься и ну убрать это это трескотня идет никто господи не думает и мы никак господи помилуй господи помилуй что это это же насмешка над богом что бог глухой что ли вот не хотят совсем думать как батюшка скажет увидели земные поклоны мы делаем а кто благословил а что благословлять когда я с богом разговариваю о это в храме только и то батюшка как разрешит и одурели совершенно не здесь и не там господь ищет поклонников в духе истине одно слово и все сбывается вот есть каждый день каждую ночь получаю письма помолитесь вот у нас такое то вот помолитесь муж ушел и с другой там свелся и даже домой не глядит помолились утром пришел лег на постель никуда не уйду говорит а то что такое у других там дед там все разваливается и помолитесь помолились сегодня уже утро говорит а его в болицу забрали мы должны молиться бог должен не должен бог отвечать а так мы ждем если богу угодно он выполнит ну нельзя вот прям какие-то мы православные такие тупые у меня один баптист тут обратился а он уже пожилой много перетерпел его сажали как какого-то свояка генералу белому и он вышел и говорит вот я смотрю на православных а там уже есть вещи покупает или бог никогда не избирал этих людей или о них дураков набрал чего не спроси ничего не знают вот свечку через какое плечо подавать не надо торговли не надо свечек у нас свечки поставить сколько надо батюшка для этого помощники есть чисто восковые с тарелкой у нас по храму не ходят найдите где с тарелкой по храму не ходят где торговли нет у нас за 30 лет ни одну копейку не бросил никто почему десятина святая все оправдывает слава Божия повелевает а торговлю запрещает бог порол только один раз господь в храме и выгнал продающих и покупающих так что посмотри на свою спину то может не зримо там уже полосатая терняшка от веревок спасибо Христос Игнатий Тихонович ну вот так гореть огнем надо божественной любви духом святым когда он сошел в виде огненных языков мертв а я не знаю священник идем у меня таланта нет проповедовать а зачем ты дышишь ну как я не могу тогда ну так и проповедь которую ты говоришь людям это дыхание тела души спасневатый бесноватый что Бог он кричал только Господь исцелил его и послал его иди домой он пошел не домой а по городу и другим стал говорить взял миссионера Бог и с него там за час за два а за всю жизнь батюшка стоит когда проповедовал я спрашиваю а мы даже не помним когда он проповедовал главное говорить не забывайте свящи покупать вот только на днях вчера один пришел и жалуется и говорит я на исповеди был и священник меня не принял назвал еретиком сектантом а за что за то что я свящи не покупаю как не принял 52 апостольское правило за такой поступок священника и сана извергает у нас не церковь а какой-то яролаж что это такое он пришел я говорю все грехи сказал что меня мучает никаких меня отбросил и все я говорю может быть молодой не знаю да ему 71 год уже свящи не взял вам это свяща она тебе путь осветит ну куда и свящи то не чистые не из воска сырозин парафин там все что глаза выедает катарахта почему столько больных главное чаще прищищайтесь потому многие больные немало умирают недостойно прищищаются а то священники кладбище в церкви устроили морги никогда больше четырех раз не прищищался человек ну а в четыре это уже максимально было каждый пост говенья называется ну а священник меня сегодня вот послушает знаете слова что он скажет еретик сектант у них все это гордыня прелесть два слова такие священники которые по слову божию поступают которые правильно крестят сегодня по пальцам перечислить надо у нас в этом так минутки что молоденько пришел тут у меня так все я отхожу с богом нет вопросов отошел Игнат Тихонович мир вам слышно да я слышу с миром Александр Парамонов вопрос в четвертой главе в двенадцатом стихе от Марка Евангелия такие строки есть секундочки так что они своими глазами смотрят и не видят своими ушами слышат и не разумеют да не обратятся и прощены будут им грехи и вот вот утолкователей я почитал не совсем понятно что значит не обратятся и прощены будут им грехи это как так это не хотят обратиться чтобы были прощены грехи дополнительно слова вставьте курсиром это до краткости речи так и сказали и не обратятся то есть не хотят обратятся обратиться еще чтобы были прощены грехи а ничего нету поэтому добавочные слова в русском переводе Иногда ставили, а иногда можно было поставить даже курсиром, но в оригинале их нет этих слов. И не хотят обратиться, чтобы были прощены грехи. Вот, спаси Христос, очень понятно. Но еще раз теперь заново считайте, и вы уже увидите, именно это и заложено. Все, спаси Христос, теперь понятно. Да, аллилуйя. Так, никого нет? Отошел? Аллилуйя. Спаси Христос. Благодарю за молитву, за чтение слова. Вы слышите меня? Слышу. Слышу, я хорошо слышу. Скажите, пожалуйста, Игнатий Тихонович, какие самые большие препятствия, трудности, может, погодные, вы встречали при благовестии, вы по многим странам мира раздали свои книги, по поселкам, многим, ну, поселкам, с блатями, селками, там, до границ Китая рассказывали о Христе. Скажите, пожалуйста, какие самые большие трудности, может, это погодные трудности, вы встречали на своем пути, расскажите, хоть одну историю какую-то, ну, кратко, хотя бы. А погода на нас не действовала, это первое. Любая погода была, было дождь, было со снегом, со снегом возвращались, все-таки это 120 тысяч километров, это, и выступление, допустим, дали мы 650 библиотек, а выступление было несколько тысяч. Тысяч. Это уже не опыт, а что-то запредельное. И как Господь делает? А какие были препятствия? Препятствия, допустим, мы приехали, хотели в храм, попы, самое большое препятствие православное попы творили, священники. Притом никакого беседения нету, все на одной лжи. А вот мы говорили, нету, ничего не было. Ну, и поэтому мы сразу переходили в другое место, встречались и у баптистов были, и у католиков. Даже в Ватикане я книги подарил папе Венедикту, сверженному, и Франциску. Препятствий не было. В Риме нас, когда национальную библиотеку дали, так они там, эти римлянки, окружили нас, веселые, обнимают, все. Но вечером мы, перед этим были вечером, подъехали к монастырю Святой Екатерины в Риме, прямо в Риме. Ну, и у нас очень опытный шофер был, Николай Павлович Кручина. И там дерево растет, и он прямо просунул между деревом и стеной с обратной стороны. А тут нам удобно было. Тут рядом вода была, все. А они кто-то сообщили, что мы здесь. Среди ночи полиция приехала, и с ними поп приехал. Уходите отсюда. Ну, куда мы уйдем, город незнакомый-то. Ни на пицце, ни в туалет сходить. Ну, а вот нас придут, тут жандармы там что-то, ну, такое плетет. И тогда один человек подошел, говорит, ладно, поедемте, я покажу, где можно остановиться. Где-то там в парке, что недалеко, там туалет. Самое главное туалет, а не вода. И вот он приехал, как боится. Ему еще бояться-то было. Мы на улице, храм мы на это, за Ваграду, где храм, ногой не ступали. И он среди ночи против нас натравил. И вот везде, что священством у нас не просто плохо, а у нас чудовищно, отвратительно плохо. Почти все какой-то нещадный процент, два, может быть, по-другому встречали. Вот мы где-то останавливаемся, мы начинаем еще и по домам ходили, не просто библиотеки-то. Идем нормально. И вдруг начинает расспрашивать, откуда, кто благословил, кто. Что такое? А потом совсем никак, одна, в черном одеянии. А кто благословил? Оказывается, храм рядом, около храма мертвая зона. Вот что самое опасное. А такое, чтобы ситуация была запомнилась, это в Швеции. Вот сегодня я со шведами разговаривал. Хорошая была беседа с ними. В Швеции у нас полетела какая-то шестеренка, которая передает там горющее. Потом, когда мы прямо в Нижний Вовгород, где машина изготовлена, они скажут, что это деталь из Ульяновска. Ульяновска сейчас с Лениной, я думаю, ты смотри, из гробов еще мешает нам. Это уж так, для тебя. Спасибо, Христос. Мы приезжаем в одно место, сейчас закончу. И нас... Говорите, говорите. Вам не слышно? Говорите, говорите, слышно. Слышно. Вот, еще мы не подъехали к какому-то большому селу. Милиция, машины. Несколько, кажется, машин даже. Проверили документы. Это вы едете сюда, так, за нами. Ну, кто за рулем сидел? А как раз, кажется, сидел юрист. Я говорю, если они куда-то влез, за дороги не съезжай только никак. Хоть аварию сделать, хоть как. Оказывается, попы где-то, видно, на нас нажаловались. И они нас встретили, куда мы едем. Ну, встретили. Начали напрашивать. Мы документы показали. То, что у нас тут как командировочные выпущены документы, паспорта. И один из них, там, какой-то уголовный розыск, говорит. Вы скорее идите вот сюда, говорит. Библиотека рядом. А то сейчас закроют. Говорят, до утра будете сидеть здесь. Помогали. Даже совсем неверующие люди. Органы власти нам помогали почти везде. Попы везде безобразничали. Креветы разные пускали. Но мы старались лишний раз на глаза им не попадать. Ни разу не встречались. Это проклятое поколение какое-то. Кто делал, Господь не делает небрежно. Господь доберется и до этих. Сейчас Господь там подбирает в другой стране пока. Вот как было. А благословение всегда было. Где-то что-то там поломалось немного. Однажды было высоко так. И нас сбросило с дороги. А на дороге грязь там не убирали, видать, там. И чуть не до ступицы покрывают. Ну и не опрокинулись ничего. А мы же нагруженные. Околотонные грузы. Пассажирская газель. В это время проезжает милиция. Тогда милиция была. Вам помочь? Мы говорим, да мы сами выйдем. Сами почти там нарубили. Еще бросили. А у нее две ведущие. И она сама вот так вот выбралась. Как паук. Видите как? Органы мимо проезжают. И как помочь вам? Потому что она сквец бросила. В Германии там было где. Как они нам помогали. Я говорю о полиции. Полиция. И как везде мешали священники. Поэтому отдельно выделять не приходится. Если не знали, то да. Вот такое. Все. Спасти Христос. Да, во славу Божию. Мы живые вернулись. Главное, это живые. Главное, это живые. Пока. 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 Продолжение следует...